Добрый день! В прямом эфире мы начинаем региональное вещание на канале России 24. С вами Венера Рамазанова. И сегодня у нас в гостях знаменитый джазовый музыкант, президент клуба «Друзья джаза», член Союза композиторов России, лидер известного в стране и за рубежом фортепианного трио, пианист и композитор Григорий Файн. Григорий Анисимович, здравствуйте! Я, наверное, не все ваши регалии перечислила, но их можно бесконечно перечислять. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Встреча наша не случайна. Сразу отмечу, ровно через неделю, 13 ноября, у вас в Самаре стоит большой джазовый концерт. Этот год юбилейный для вас. И вот эту круглую дату вы решили отметить со своими поклонниками, с поклонниками джаза в трех городах. Это Москва, Нижний Новгород, Самара. Причем Самара стала, наверное, заключительным городом вот в этом таком мини-туре, если можно так сказать. Вот почему Самара, почему вы вновь здесь? Вернее, вы постоянно здесь, я, конечно, понимаю. Но из трех городов всегда Самара у вас такой... Ну, я, во-первых, житель Самары. Несмотря на то, что я преподаватель Московской консерватории уже много лет и гастролирую везде, я все-таки остаюсь жителем Самары. Моя, ну, что ли, профессиональная деятельность началась здесь, в Самарской филармонии. И она прошла практически всю жизнь, вот она проходила здесь. И Самара, и здесь мой дом. Другой вопрос, что я очень часто выезжал, выезжаю. И, наверное, буду выезжать, поскольку для гастролера это просто необходимость. Вот. А то, что у меня три города, ну, это пожизненная моя такая... Ну, как вам сказать? Я даже не как сказать лучше. Это моя судьба. Это моя судьба. Вот три города. Это такой Бермудский треугольник. Мы уже на эту тему как-то с журналистами говорили. Нижний Новгород, моя родина, Москва и Самара. Вот всю свою жизнь я начал свою деятельность трудовую в Самарской филармонии, в Кобежской филармонии в 1974 году. Я приехал сюда по распределению после Института Гнесиных. И вот все эти 45 лет, каждый месяц я уезжаю и возвращаюсь. У меня даже есть такая песня, я ее посвятил железнодорожникам. Ну, собственно, и артистам тоже. Она называется «Подстук колес». Тогда, в начале 70-х, ну, тогда еще в Куйбышеве, да, вы сразу начали развивать джазовое движение. Вот спустя 45 лет, возвращаясь в Самару, вы понимаете, что цель достигнута, что, да, джазовое движение здесь вот процветает, что своего зрителя джаз нашел в нашем городе? Или нужно еще работать над этим? Вы знаете, вот как раз сейчас, вот данный момент, я бы сказал, что цель достигнута. Ну, свидетельствовать этому могут, во-первых, регулярные джазовые концерты в Самарской филармонии, в которой в течение 20 лет я не мог пробить джазовый абонемент. 20 лет я пробивал джазовый абонемент, и первый джазовый абонемент из 8 концертов, которые, кстати, в ГТРК Самара, так сказать, записала, все концерты. Вот, это был мой абонемент. Вот, потом я переместился, появилась такая возможность, переместился в Москву, открылся Московский международный дом музыки, где мне предложили вести свою программу, авторскую программу азбука джаза для детей и взрослых. И 14 лет подряд во всех залах Московского международного дома музыка шла моя программа. Там же я показал все свои 6 сказок импровизации. Ну, конечно, параллельно и чуть-чуть, правда, позже моя азбука джаза пошла уже и в Самарской филармонии, и все 6 сказок с нашим симфоническим оркестром были показаны здесь. Я считаю, что сегодня, как никогда, у нас наконец-то джаз становится на профессиональные рельсы. Вот, я очень рад, что я дожил до того времени, когда появились молодые музыканты, на которых я могу понадеяться. И это уже профессионалы. И я сейчас всем с гордостью говорю о том, что у меня в Самаре появилось настоящее профессиональное, так сказать, братство музыкальное. Появился квартет мой, который регулярно выступает в клубе. И уровень игры этого квартета ничуть не уступает столичному. Поэтому я очень рад, что все продолжается. Вы ведете большую педагогическую и просветительскую работу. Вы согласны с таким мнением, что джаз – это музыка не для всех? Что это элитарное направление? Что не каждый слушатель сможет это слушать? Это неверное утверждение. Это абсолютно неверное утверждение. Джаз – это такая же музыка, как любая классическая музыка, народная. И ее могут слушать с большим удовольствием. И слушают, поверьте мне, огромное количество людей. Это и эти люди никакие не особенные. Это никакая не элита, ничего подобного. Знаете, я дал сотни концертов, а может, уже и тысячи концертов. Я все концерты свои записываю. Я специально записываю лица людей. Вы можете даже посмотреть. Вот, может быть, когда-то исследователи в будущем смогут посмотреть на моих концертах, кто был на моих концертах, и вы увидите, что это никакие не элитные люди. Дело в том, что джазовая музыка уже давно в мире стала частью классической музыки. Это абсолютно бесспорно. Отрицать это не имеет никакого смысла. Джаз достиг таких высот с точки зрения создания произведения. Это настоящий шедевр, но это все уже знают. Это Элла Фиджеральд, Аскар Питерсон, это Дюк Лингтон. Это огромное количество других записей. Джаз продолжается уже сейчас в новом обличье. Появились новые музыканты нового времени. Они играют уже в более современных ритмах. Не в ритме свинг, как это было раньше. Мой концерт называется «Жизнь в ритме свинг». Вот так я назвал свой юбилейный концерт. Это основной ритм джаза. Но сегодня появились новые ритмы. Ритмы биг-бита, его вариации. Мы тоже их очень любим. И вот в этих ритмах также прекрасно звучит импровизация, джазовая импровизация. То есть, по крайней мере, основана джазовая импровизация. Поэтому джазовая музыка – это настоящая музыка. И не обманывайтесь тех, кто говорит или считает, что это не так. Не надо обманываться. Дело в том, что именно эту музыку надо давно уже было принять, ее изучать и ей пользоваться для радости. Потому что ритмы джаза очень заразительны. Очень заразительны. Они связаны с танцевальной музыкой. Танцевальная музыка и джазовая музыка – это источник радости, который очень необходим людям. Может быть, один из самых сильных источников радости. Таких доступных. Понимаете? Потому что, когда человек танцует, когда он даже… Может быть, люди не понимают, что они говорят. Потому что есть язык танца, язык движения. Так же, как язык музыки. Это самый универсальный язык. Извините, сегодня джазовую музыку уже в течение 100 лет слушают миллионы людей. Они ее понимают. Мы можем с вами говорить на разных языках и не понимать. Допустим, вы на японском, я на китайском или на каком-то арабском. А если мы будем слушать музыку и танцевать с вами, понимаете, нам не надо будет ничего объяснять. Поэтому это музыка. Музыка вообще, конечно, когда люди слушают Валь Шопен или Нактюр Шопен, они могут плакать, любые люди, понимаете. И также могут радоваться, когда они слушают джаз. Позвольте, я все-таки продолжу тему элитарности. Со слушателями понятно, да, джаз доступен для любого слушателя, для любого уровня. Вот насчет исполнителей. Джаз должен играть человек по-настоящему образованный, который занимается музыкой не каждый день, он должен дорасти до этого? Или здесь вот как эта градация у вас? В джазе очень много градаций, как в любом другом деле, понимаете. Вот в любую, возьмите профессию, понимаете. Вот есть клерк, есть старший, есть старший, есть великий ученый в любой сфере. То же самое в джазе. Есть любители, есть самодеятельность, есть ремесленники, есть профессионалы и есть хай, так сказать, класс. Во всем, в любом деле. Поэтому я считаю, что сегодня джазовую музыку должен изучать любой музыкант, который хочет себя назвать этим словом – музыкант. Музыкант, который умеет играть только по нотам – это еще не музыкант. Это исполнитель. Пианист, скрипач, трубач. Но если вы хотите называться музыкантом, вы должны уметь играть без нот, вы должны уметь подбирать, вы должны уметь играть разную музыку, уметь транспонировать, уметь сочинять, аранжировать и так далее. Вот так я считаю, что вот так должен жить. И, собственно, тогда будет все полноценно. Поэтому на ваш вопрос я отвечаю так, что надо изучать. Причем я вам скажу, что это даже не я говорю. Однажды я был на встрече с великим контрабасистом Рэй Брауном, и он на эту тему сказал, у меня даже есть видео записано. Он сказал, вы же изучаете классику, вы же изучали классику, и вы же прекрасно играете гамму. Он сыграл гамму на четыре октавы. А вот теперь изучайте, как играть джаз и свинг. Это абсолютно необходимо сегодня всем на всех уровнях. Музыкальная школа, училище, консерватория. С какого произведения или с каких произведений вы бы посоветовали начать свое знакомство джазом? Как слушателей, так и исполнителей. Главный жанр джаза – это блюз. Некоторые люди изучают всю жизнь блюз. И если вы освоили блюз, настоящий 12-й тактовый блюз, а блюз – это море эмоций, это градация чувства мыслей от и до, от самых грустных до самых радостных. И темпы от самых медленных до самых быстрых. Это основная форма джаза. На этой форме построены все остальные формы джаза. Это прежде всего. И мы всегда всю жизнь изучали, изучаем и продолжаем изучать блюз. Но, конечно, существуют стандартные, стандартные формы джаза, структуры джаза и постулаты джаза. Ну, вот ритм, свинг, например. 32-тактная форма американской песни, ее надо знать хорошо. И, конечно, огромный репертуар мелодий джаза. Это Гершвин, это все голливудские композиторы, это Дюк Лингтон и все музыканты джаза, которые сочиняли мелодии. И часто очень, и так и должно было быть, и есть, музыканты сами сочиняют свои произведения. И вот из этого составляется репертуар. В традиции джазового исполнительства принято считать, что джазовый импровизатор, музыкант должен уметь играть тысячу мелодий. Тысячу мелодий, ну, в среднем. Можно больше, может, чуть-чуть меньше. В любой тональности, в любом жанре, в любом ритме, в любом темпе. Будь то латино, латиноамериканский ритм, будь то диско, фанк, или блюз, или баллада, или там свинг, средний или быстрый. Вот джазовый музыкант должен уметь это делать. И так оно и есть. Меня доводилось встречаться с великими музыкантами. Я посчастливилось, я и записывался в Лондоне, и в Модриале с великими абсолютно музыкантами. И моя практика подтверждает то же самое. Сколько же тысяч произведений вы играете, я боюсь спросить даже. Ну, я могу сыграть много произведений, несколько сотен произведений. Могу сразу сыграть. Могу одно произведение играть долго, вот и в разных жанрах. Это обычная практика джаза-музыканта. – В одном из интервью вы вспоминали, что приходили к вам на курс в Московскую консерваторию, да, по 20-30 человек, но в итоге все равно отсеев большой был. – Совершенно правильно. – Когда, сейчас, как, чувствуется ажиотаж? – Все происходит точно так же. Все происходит точно так же. Все приходят, и быстро выясняется, что их подготовка для того, чтобы дальше развиваться в моем классе, слишком слабая. Потому что все-таки для меня интересно проводить какие-то курсы высокого мастерства, понимаете, высшие курсы, а не учить людей основам. Этому люди должны учиться в других местах, или сами, и так далее. И каждый раз, так сказать, единицы таких вот студентов остаются. Сейчас у меня осталась одна студентка, вот, скрипачка Алина Батыгина. Она прекрасно уже играла в нескольких моих концертах, и даже в других городах. Вот, у нее просто талант, дар и талант. Вот, она, кстати, третья скрипачка, которая играет из скрипачей. Как ни странно, в Московской консерватории три скрипача были у меня в классе успешные. Ну, конечно, и несколько пианистов, несколько пианистов. А вообще, честно говоря, вот я вижу по своему опыту, что, к сожалению, очень мало студентов умеют подбирать, играть по слуху, знают гармонию или что-то сыграть. Очень, это, я считаю, что это очень большая проблема. Ее надо решать. Ее можно решить. Каким образом? Это вообще вопрос, откуда берутся молодые джазовые исполнители? Кто их делает? Дело в том, что, почему их нет в Московской консерватории, потому что они идут сразу. Во-первых, эти люди уже умеют. И часто всего им не нужно образование. Они сразу идут и играют, и работают. Занимают места, рабочие места. И мне очень жалко классических музыкантов, которые так много лет занимаются. А потом рынок для этой работы, вот этих музыкантов, очень узкий. У них очень маленькая зарплата. И прежде всего, потому что они очень мало умеют. Они умеют играть только по нотам и только классическую музыку. Это проблема. Серьезная проблема. Недостаток просто, я считаю, что это издержки нашего образования. Вы говорите, знаете, как решить такую проблему. Я знаю. Я знаю, как. Надо вводить искусство джазовой импровизации в академическое образование. Один предмет. Вот точно так же, как когда-то ввели теорию, сольфеджио, гармонию, анализ форм. Точно так же нужно ввести искусство джазовой импровизации. Надо это ввести, потому что без этого невозможно. Сто лет вокруг нас звучит 95% джазовой музыки. И она уж не такая плохая. Она не какая-то там уличная и так далее. Она самая нормальная. Она самая хорошая. Она прекрасная, профессиональная. Музыку, которую я, например, играю, может сыграть только образованный пианист. Если у человека нет пианизма, он не сможет сыграть. Он будет джазовым музыкантом. Он будет прекрасно играть и везде. Но музыку такого уровня, как я играю, которая идет от Артейтума, от Оскара Питерсена, сыграть будет невозможно. Потому что для исполнения этой музыки, этого стиля, музыки этого стиля, нужно владение фортепиано на высоком уровне, на классическом уровне. Нужна виртуозность, нужно туша, нужны штрихи, нужно очень... Все то, что есть в классической музыке. Я считаю, что так и нужно. – Хочу вернуться к нам, к слушателям. В начале нашей беседы вы перечислили свои программы, которые вы вели в Московской консерватории, здесь, в Самарской филармонии. Азбука джаза для детей, музыкальные сказки, импровизация – это все ваши авторские программы. Насколько они востребованы для маленьких слушателей? Это же для детей, эти программы? – Да, это для детей и для взрослых, не только для детей. Потому что дети никогда не разберутся, если родители не будут в этом участвовать. Невозможно так, чтобы дети обязательно родители... Вот сейчас у меня играет барабанщик Иван Антипов на барабанах. Ему сейчас уже под 30, после 20, где-то вот так вот ему. Он мне недавно сказал, что в 10-летнем возрасте родители его привели ко мне на первые концерты моего клуба «Друзья джаза», в клуб Высоцкого. Вот, понимаете, вот там он впервые увидел, услышал. А вот родители других детей не привели туда, поэтому у нас Ваня Атипов один. А если бы они привели, может быть, это было. Те родители, которые привели на азбуку джаза, своих детей, я уверен, сделали хорошее дело. У детей останется в памяти. Во-первых, это музыка. Во-вторых, весь антураж джазу-концерта и потом эта импровизационная музыка, она особенная. Она не выучена, она, так сказать, не схоластическая. Она создается непосредственно. Для этого нужны живые эмоции. Поэтому джазовый концерт интересен этим. И детей, конечно, нужно вводить на такие концерты. Их очень мало, но они есть. За 14 лет, я так полагаю, что нам удалось в Москве приобщить джазу большое количество, несколько поколений детей и взрослых. И там всегда был аншлаг. И здесь у нас тоже аншлаг всегда. У нас всегда приходят дети и на сказки тоже. Я старался написать сказки так, чтобы на известном сюжете, потому что пять сказок на известные сюжеты, дети могли понимать сюжет. И в это время, так сказать, незаметно для них, может быть, я подавал разные жанры и стили разной музыки. И классической, и джазовой, и популярной. Ну, ваша семья – пример такой вот преемственности музыкальной. И ваши дети пошли по вашим стопам. Более того, у вас совместное трио. Вот об этом подробнее расскажите. Увидят ли ваши поклонники 13 ноября ваш совместный проект на сцене Самарской филармонии? Да, вот я свой концерт уже сейчас, вот такого концерта, вот сборный концерт, где участвуют мои дети, взрослые дети, и даже внук, вот, и внуки двое участвовали. Я называю «Fine Family Show». Это семейное фортепианное шоу. Я думаю, что оно одно такое, чтобы шесть пианистов сыграли в одном концерте джаз и классику, и оригинальную музыку. Это редкость. Я думаю, что этого не было еще у нас в России, я не знаю, ни одной такой семьи, которая умела бы это сделать. Я очень рад, что мне удалось вырастить детей музыкантов, которые владеют классической джазовой музыкой. Все это началось очень давно здесь, в Самаре. Вот Дима, который у нас сейчас лидер, так сказать, нашего движения, он вышел на сцену в Самарской филармонии в шесть лет, сыграл с моим джазовым оркестром, и неоднократно это потом делал, регулярно. Он также параллельно сыграл практически все концерты, вот, знаете, Моцарта, Гадина, Баха, Чайковского, Рахманинова с нашим симфоническим оркестром. Так что у него хорошая классическая, так сказать, предыстория. А сейчас он играет джаз, сочиняет все лучше, лучше. На юбилейном концерте в БЗК он очень успешно играл, выступал и он, и Юля. Вот, поэтому я очень рад, что моя карьера завершается, и мне есть кому передать, передать, так сказать, вот эстафету. Дело в том, что, как я уже сказал, все то, что я, всего, чего я добился в музыке, вот, исполнительном искусстве, у меня есть кому передать. Это очень важно. Причем эта уже передача происходит не так, что вот, на тебе, Палыч, это же происходило в течение многих лет. Ну, опыты передают все. Да, дети уже давно выступают со мной, они в разных концертах. Вот, они, конечно, это делают по районе своей основной работы, преподавательской они преподают. Вот, тем не менее, мастерство их растет, и я очень радуюсь, и не только я, но и публика тоже. Композиторское творчество – это уже особая страница вашей биографии, причем в вашей копилке, я знаю, не только аранжировки, да, какие-то, может быть, короткие пьесы, но и мюзикл, по-моему, красный пауз. Да, шесть сказок, шесть сказок. Шесть сказок – это и есть мюзикл, да. Я написал шесть сказок, я автор полный и текста, и либретта, всех текстов, вот, и партитуры для симфонического оркестра. Вот, я также написал, вот, сейчас, получается, уже две сонаты для фортепиано, одну для фортепиано, вторая для скрипки, концерт для фортепиано. Вот, у меня еще большое количество пьес джазовых, и, конечно, огромное количество песен. Вот, несколько песен я объединил в сборник, я вернусь, он выпущен как пластинка, и сейчас выпущены ноты. И сказки я тоже уже, две сказки я выпустил как клавиры, и сейчас уже практически готовы остальные сказки, и все сказки будут, они уже вот выпущены. Я также, наконец-то, переиздал свою книгу искусство джаза и импровизации, и есть еще несколько у меня сборников, джазовый альбом и так далее. Да, вот я рад, что мне все это удалось сделать, несмотря на то, что заказа не было. А известно, что вся великая музыка пишется на заказ. Я сам себе делал заказ, я сам себе был продюсером. Конечно, это очень тяжело, это очень тяжело. Было бы проще, если бы, конечно, был бы Норман Гранц у меня, это великий продюсер, который, собственно, подарил миру джаз, Элла Феджральд, Питерсон и прочего. Но у меня не было продюсера, у меня не было Норман Гранца рядом. Вот я сам был Норман Гранц и так далее. Вот, так что моя композиторская деятельность, вот я надеюсь, что она еще даже будет немножко продолжаться, потому что в моих планах сейчас написать несколько сочинений. Вот я написал несколько таких поэтических циклов. И надеюсь, что в ближайшее будущее я... План такой соединить с музыкой симфонической, вот эти вот мои стихотворные опусы. Так что композиторская деятельность продолжается. В нашей беседе вы о многих произведениях уже рассказали, о ваших творениях. Вот что из этого по ходу концерта ваши слушатели, ваши поклонники увидят, услышат. Ну да, вот в этом концерте, вот в моем концерте, который состоится 13 ноября, прозвучат и мои сочинения, конечно. Прозвучит мой концерт. Мой внук Петя сыграет вторую часть моего концерта. Я сыграю третью часть этого концерта, причем с участием этих двух виртуозов джазовых. Потому что мои все произведения и сонаты, и концерт имеют приставку импровизация. Соната-импровизация, концерт-импровизация. И вот когда есть импровизаторы, там всегда есть место, в которых эти импровизаторы могут показаться. Конечно, прозвучат мои песни. Мою песню «I lost you, я потерял тебя». Вот эта песня, но в этот раз она прозвучит, как сольная пьеса для трубы, как я и планировал раньше. Вот. И также несколько моих пес и песен. Песня памяти моего папы «Пойми», мы споем ее. И вот молодой, прекрасный, совершенно исполнитель, лауреат конкурса «Голос» Вадим Цигаришвилис, это молодой, юный человек, споет мою песню под названием «Верь в удачу». Так что достаточно много моих произведений, ну и, конечно, все оржировки мои для оркестра. Вот. В мире оржировки такого рода приравниваются к сочинению. – Григорий Анисович, вы говорили, что в Самаре есть продолжатели, да, вашего дела, современные джастмены. То есть есть кому передавать, и в Самаре тоже свой опыт. – Есть. Они появились. Появилось несколько певиц, появилось несколько гитаристов молодых, я чему очень рад. Я стараюсь их приглашать на свои вечера, которые проходят один раз в месяц в ресторане «Виноград». Вот. Ну, спонтанно, так сказать. У нас есть группа в Вайбере, мы, я афиширую. Вот. И я стараюсь приглашать молодых исполнителей для того, чтобы поиграть в джемсэйшн. Потому что и сам я когда-то играл, и много лет, я много лет в московских джазовых клубах вот содействовал этому движению, играл с молодыми, тогда еще начинающими, Сергеем Головня, с братьями Бриль, с Яшу Окунь. Это все молодые ребята, которые совсем были юные ребята. И мы делали джемсэйшн в джаз-арт-клубе на беговой. Молодым надо помогать. Потому что, когда они играют с профессионалами, они себя быстро очень ощущают. Ощущение, понимаете, себя происходит значительно быстрее. Мы это делаем. Я это делаю. Григорий Анатольевич, у нас есть фрагмент вашего концерта. Я предлагаю зрителям его посмотреть сразу после того, как мы с вами попрощаемся. Прям такой большой достаточно фрагмент. Конечно, насладитесь творчеством. А вам большое спасибо за то, что вы пришли к нам, за пропаганду в хорошем смысле джазовой музыки, за то, что люди привыкают к джазу. Да, я приглашаю всех на этот концерт. 13 ноября вечером будет большое шоу с симфоническим оркестром с участием звезд джаза, моих детей, и симфонического оркестра. Спасибо, Григорий Анатольевич. Вас с юбилейным годом. Тоже поздравляем от лица нашей телекомпании. До новых встреч в нашей студии, конечно же. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!